всем привет дорогие друзья сегодня у нас очередное видео украшений для тех кто у меня впервые я скажу что я живу в канаде покупаю украшения благотворительных магазинах показываю их с ценами с этикетками под тем цену что я их купила и на моем канале не только украшения на моем канале примерки обзоры магазинов примерки нарядов разговоры прямые эфиры я начала вести недавно надеюсь что продолжу очень все что мы девочки любим а теперь я вам покажу очень быстро затравку того что я вам буду сегодня показывать и вот такая вот легкая легкая затравочка и давайте начнем и приступим я хочу сказать что я покупаю украшения не только винтажные стараюсь конечно покупать винтажные но зачастую покупаю просто украшения современные просто потому что они мне понравились и давайте начнем я не знаю сегодня у нас много броушей вот такой кораблик стоил он всего ничего 4 доллара насчет его винтажности или производителей я не знаю но мне он просто понравился своеобразностью цветом ярким все-таки дело к весне дело к лету и вот и вот такой вот такая морская круизная мужская тематика очень даже мне захотелось его купить я думаю что он винтажный судя по обратной стороне но маркировок никаких нету я не нашла ничего в интернете чтобы навело меня на мысль каком периоду вообще относится этот этот это брошь но судя по застежке я думаю что наверное 70 не не позже а то и 60 и кстати она может быть кулоном видите вот в общем то вроде бы как это не специальная такая для кулона петля а просто как бы продолжение самого кулона и его можно подвесить на цепочке или на какой-нибудь шнурок и сделать из него кулон посмотреть какой он прекрасный алые паруса в общем сразу сразу у меня возникли эти ассоциации алые паруса очень он мне понравился прекрасно сохранившийся эмаль хороший металл ничего такого особенного но необычная брошь у меня как-то мало практически нету в моем моей коллекции таких брошей я считаю что она очень достойная достойная вещь посмотрите как хорошо она сохранилась действительно нигде ничего никакого схода может быть ее подмазали лаком и ногтей я не знаю ну очень романтическая брошь именно тем что сразу сразу возникает ассоциации с алыми парусами это всегда романтика всегда что-то любовь в общем приятная ассоциация так скажем следующая брошь вот такая стоила 5 долларов она напоминает мне факел или цветок ну скорее факел тоже никаких маркировок у нас сегодня вообще не не богато если честно с маркированными вещами но еще вещи интересные так закроем ее минуточку так рассмотрим сначала обратную сторону обратная сторона не вызывает никаких ни с чем не ассоциируется никакой маркировки хотя ведь игла длинная что так что возможно что она и не современная то брошь выглядит вот так красивая жемчужина и очень интересное такое основание для жемчужины не тот цветок нету факел я уже сказал ведь причем она вставлена здесь закрытая жемчужинка очень интересная брошь необычной формы понравилась мне своим своей формой и дизайну так следующий у нас брошь листок сколько же у меня есть листьев я могу я могу уже целый целый ботанический сад открывать состоящий из брошь брошь и листьев брошь и цветков но вот видите цена была 5 долларов вы знаете всегда и всегда красивый интересный сюжет особенно вот сколько есть листьев не есть они все разные все отличаются так смотрим обратную сторону она видите он выгнут то есть обратная сторона она она же является и лицевой посмотрите вот эта обратная сторона изнанка ее и она переходит лицевую то есть вот так вот он прицеплен к одежде вот такая брошировка у него красивая красивая очень ножка честно говоря я думаю что она это брошь современная современная замочек из-за вот этих столбиков вот это мне кажется что это штамповка иголка такая не очень такая тоненькая но брошь красивая сделана очень хорошо очень аккуратно если современная то хорошего производителя маркировок никаких нету прекрасная брошь лимонное золото очень красиво смотрится изящно элегантная всегда прекрасно подойдет к любой одежде кстати по цвету металла очень подходит вот сочетается по моему с этой брошью и даже можно как-то вместе носить брошь и цветок вот как-то так приколоть может быть я попробую когда буду примерять а вы знаете что я всегда все примеряю но не уверена девочки постараюсь как-то их сложить вместе но и обещает сто процентов не могу потому что иногда у меня не очень хорошо получаются так следующая брошь у нас вот такие цветы тоже купила за 4 доллара брошь эмалевая отстегнем чем она меня купила вы знаете своей простотой и в то же время красотой маркировок никаких у у нас нет кстати очень похоже по по качеству по брашировки обратной стороны похоже немного они между собой ну что ж маркировок нету застежка тоже игла короткая тоже сомневаюсь его и монтажности хотя очень красивая эмалевая брошь простая при простая но при этом есть не какая-то ну что-то есть не я не знаю очень красивая эмаль посмотрите как красиво нанесены листья и сами цветы прекрасном состоянии ну потому что я думаю что она современная поэтому так красивая брошечка милая такая очаровательная хорошенькая давайте положим ее вместе с с корабликом две эмалевые броши следующий вот такая такое украшение у нас прекрасными кристаллами авгуриали за 5 долларов это клипы на одежду по поводу возраста значит выглядит она более-менее современно 5 долларов стоило но я вам хочу сказать что просто такие фасоны как бы такого такой украшешь таких украшений последнее время очень редко делали видите это я думаю что это дресс-клип видите у него тут зубчики на на застежки маркировочек никаких нету давайте еще раз рассмотрим со всех сторон все части нет маркировок нету очень красивое украшение очень изящное элегантное я бы сказала даже нарядное почему я не отношу его к современному украшению потому что в общем сейчас как бы дресс-клипы делают очень редко я не встречала вообще в магазинах вот там где продают украшения современные вообще такого вида украшения как дресс-клип еще такой двойной с цепочкой с такой смотрите какой она красиво переливается здесь такие тоненькие просто несколько кристалликов авроры бареалис и вот такой вот такая цепочка из авроры бареалис я думаю что самое возможно 80 это я честно говоря я жила в 80 я не помню чтобы в магазинах продавались дресс-клипы мне кажется что это что-то более более давние и более винтажные хотя очень-очень трудно угадать возраст очень непонятен следующее украшение у нас набор брошь и клипсы у меня где то есть такие клипсы в серебряном исполнении ну я вам по моему еще их не показывала висели они на стенде рядышком я конечно их купила потому что я очень люблю наборы и очень люблю перламутр у меня целая коллекция перламутровых изделий вы знаете я вам в каком-то из видео показывала есть браслет клипсы ожерелья в общем какие-то еще по-моему дресс-клипы у меня есть значит брошь стоила 44 99 5 долларов и клипсы стоят и клипсы стоили 4 долларов 399 маркировок я никаких не нашла как и на всех остальных моих украшениях из перламутра абсолютно нету никаких маркировок никогда нет не правда вот мое ожерелье из перламутра у меня есть такая тоненькая ожерелье она по моему кору причем эти здесь клеем залито видимо переклеивали они чем ожерелье совершенно обыкновенная просто вот такая нитка из вот таких вот перламутровых перламутровых вставок вставленных в очень простую оправу просто такая нить давайте искать маркировку а вдруг найдешь нет маркировки не то прекрасное состояние думаю что это тоже вещь более или менее винтажная опять же по дизайну и по по фасону такие вещи как-то делали где-то скорее все в 70-х годах но они очень изящные очень элегантно смотрится мы искали здесь маркировку тоже не нашли здесь видимо его переклеивали потому что или просто клей пожелтел от времени она очень такой скромная милая маленькая не не броская не яркая но все таки я думаю что она винтажная судя по этой по конструкции вот этой потому что это клипсы нежнейшее совершенно украшение нежнейший комплект состоящий из вот таких совершенно милых скромных клипс и вот такой вот брошь веночек можно сказать с перламутровыми вставками очень люблю перламутров просто очень у меня много его и я с удовольствием всегда покупаю такие изделия опять же повторюсь у меня такие клипсы есть в серебряном серебряном металле еще вам их не показывала где-то купила и лежат у меня в загашнике вот ну наверное покажу в какой-нибудь в какой-нибудь из своих в каком-нибудь так следующее украшение это кулон стоил он 5 долларов видимо потому что в магазине где его оценивали не разглядели что это 40 внутри 40 как тем не были ножницы хочу отрезать эту этикетку мы рассмотрим он очень красивый крепко крепко приделали слушайте его вытащить так очень жалко жалко что нет от него цепочки потому что но я найду что-нибудь тут что-то надо совсем тоненькая ведь здесь такое маленькое колечко или нужно приделать еще одно колечко побольше чтобы цепочка потолще сюда входило дело в том что проблем даже не в цепочке а в застежке хотели что-то найду совсем маленькой обычно застежка с одной стороны это вообще это обычно такая большая толстая застежка большая не пролезет сюда с другой стороны вот замочек тоже может колечко от замочка тоже может не пройти вот у меня проблемы примере вам если найду на что на что надеть значит здесь я думаю стекляшечка да стекляшечка красивое украшение очень лаконичное скромное но элегантное изящное тоже очень красиво на шее будет смотреться плюс маркированная конечно я не могла его оставить про возраст тоже трудно сказать потому что они есть довольно современные 40 внутри по моему до сих пор производит украшение ну не знаю очень красиво мне очень нравится такой немножко желтоватый камень не чисто белый приятный симпатичный надеюсь что смогу вам померить надеюсь что у меня получится так следующее украшение браслет браслет стоил 5 долларов я думаю что вы тоже видите что дажный потому что вот такого фасона я где-то было ожерелье похоже мне кажется мне кажется я может быть сейчас пойду поищу если найду то вам покажу он маркирован тогда что-то у меня было с листиками но вы знаете было столько похожих украшений тогда делали что так кто это у нас тоже сара тоже сороков везет мне сегодня на сам посмотрите какие красивые листья вы знаете сейчас сейчас не поленюсь и пойду поищу если у меня есть что-то что-то или клипсы или или ожерелье но точно было что-то похожее может быть не точно такое было очень много украшений очень похожих поэтому мне что-то в голове крутится возможно что-то было с такими вот листиками как вы понимаете ну может быть это было не точно такой же не комплект посмотрите как красиво она сделана очень красивые красивые детали очень хорошо сделано в прекрасном состоянии ничего не ободрано ничего не а вот здесь еще есть маркировка видите сороков не только на застежке это правильно я вам скажу почему потому что застежку иногда меняли застежка может сломаться застежку меняют и тогда браслет остается без маркировки то что они маркировали и сам росли тоже это в принципе очень правильно очень очень правильно чувствовать его так накину прикину а потом уже по них по-настоящему вот такая красота пойду искать что-то похожее если мне что-то есть так не нашла просто не хочу сейчас тратить очень много времени потому что я вот сейчас села записывать видео записываю я не одно видео сразу несколько вот но обязательно если найду то в каком-нибудь следующем видео вам покажу потому что мне надо делать уже наверно какой-то каталог своих украшений у меня их столько что мне зачастую так быстро что-то найти очень трудно через какое-то время конечно я могу найти если что-то есть вообще похоже а если нету то значит нету но обязательно вам доложусь вот нашла набор который был у меня в голове это серьги вернее клипсы и колье не маркированные оно конечно немножко напоминает тот браслет который вам показывала но это не комплект конечно хотя можно носить и комплектом потому что они довольно похожи друг на друга вот такие серьги стоили дорого 8 долларов не знаю мне в них показалось что-то что-то мне в них показалось я не не нашла никакой маркировки не нашла ничего в интернете дело то что когда я начинаю задавать в интернете поиск по по картинке вот этих серёг у меня выскакивает куча куча каких-то знаете есть такие для штор такие держалки вот чтобы когда штора когда висит да и и чтобы она была не не сплошной такой вот панелью тканой а вот чтобы она вот так вот ее можно было поднять и к стеночке прицепить чтобы она чтобы открыть окно чтобы она не закрывала окно и там вот такие вот много таких вот веревок с кисточками вот такие у меня выскакивает на гугл гугл лэнс когда я значит пытаюсь найти поэтому не нашла но что-то мне они напоминают честно говоря у меня что-то было похоже по моему от кора или не помню очень-очень красивые тяжелые хорошо сделаны очень качественные клипсы опять же поскольку это клипсы сейчас тоже делают клипсы но очень очень редко потом вот такой вот фасон клипс вот с такой вот так не 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 вот такие сейчас я вам покажу что я имею не вот такие вот клипсы а именно именно клипса вот такая это говорит о возрасте определен может быть и 70 или 60 сейчас не делают очень редко делаю так маркировок нет 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 я так искала мне почему-то они что-то очень напоминают какой-то какой-то бренд но увы и ах ничегошечки мы не нашли но клипсы очень красивые тяжелые такие знаете качественные вот видно что это хорошая хорошая качественная вещь красивые цепи такие не знаю мне кажется они винтажные какие-то не из простых не из простых так и последнее на сегодня у нас браслет обалденный браслет а совершенно обыкновенный но вы знаете я очень люблю такие лаконичные вещи да я все люблю я люблю и красивые с плесками из стразами с кристаллами и лаконичные люблю вот у меня в нем все отражается мой телефон моя лампа вы что видеть поэтому буду как-то так показывать чтобы не выглядел он значит 65 90 96 долларов он стоит и это маркированный браслет давайте искать маркировку здесь видите страховочная цепочка что в принципе говорит о хорошем изделии вот здесь по-моему была маркировка так что же у нас модное браслет модное а здесь внутри ничего не было как трудно показывать вот эти блестящие вещи такие отражающие них отражается все что совершенно не должно отражаться и портится вся картинка вот такой вот браслет мне по руке что бывает крайне редко необычно все велико красиво смотрится лаконичный обыкновенный браслет ну во первых он имеет маркировку во вторых он действительно мне очень нравится и он вне моды и он его абсолютно можно носить с любой серебряной вещью ну белый металлами это надо его помыть такой толстый тяжелый хороший браслетик без всяких вообще без ничего но браслет стоящий своего название своего свои своего бренда ну что ж дорогие друзья вот сегодня такой у нас показ вещи разные совершенно как всегда полный разнобой надеюсь что вам понравилось надеюсь что вам было интересно надеюсь что если вы у меня впервые то вы подпишитесь на мой канал мне будет очень приятно я буду вам очень благодарна а если вы мои старые друзья то я вам тоже очень рада и ждут вас комментариев и ваших мнений о том что вам понравилось что нет и что вы думаете о моих последних приобретениях спасибо всем всем привет из канады всем пока бай бай